Когда ничего нельзя улучшить, начинают ухудшать, потому что изменять надо все равно. Последние годы превратили меня в злобного пацифиста. Я больше российских военных фильмов и сериалов видеть не могу. Сегодня время ставить социалистов к стенке, потому что иначе будет 37-й год по всему Западу. Только когда устраивать его будут негры, исповедующие ислам, вот тогда они им покажут свободу. Мозги гораздо проще загадить, чем очистить. Есть такой процесс, очень сильно прилипает. Так, значит, вот эта книжка, которая называется «Вот и завтра», а то, что я хотел сегодня сказать, у нас обозначено как тема. Это что из себя представляет искусство сегодня? Имеется в виду, понятно, западное европейское искусство, каковому и российское искусство так же дяготеет со времен Петра I. И, так, только если вы ее взяли, держите, ладно, потому что, к сожалению, меня очень отвлекает, если кто-то чего-то делает. Это не потому, что я люблю дисциплину, терпеть не могу, а просто потому, что отвлекает. Что касается этого искусства, которому принадлежит и российское, что с ним происходит сейчас и как это объяснено, в этой книжке есть две главы. Одна называется «Эстетика дегенерации», а вторая называется «Контра». Фокус в том, что вообще, что такое культура, частью каковой культуры искусство является. В самом общем смысле культура – это разность между биологической и социальной формами существования человека. Вот пока все чистая биология, пока это обезьяны, хотя и у обезьян есть зачатки социальные, это еще не культура. Но то, что имеется в силоведческом сообществе над биологической природой, это все уже разность чисто культурная. То есть все, что относится к языку, к навыкам, к знаниям, к технологиям – все это в широком смысле слова «культура». Потому что иное определение, да, давно известно, что только основных определений культуры есть около 400. Ну и поскольку они весьма различные, то приходится давать свое собственное, потому что на прочих как-то не можешь остановиться. «Культура» – это совокупность всего информационного и материально-энергетического продукта, произведенного человечеством. Но материально-энергетического – это понятно, это все вещи, все из чего они сделаны и так далее. А информационного – это все знания, как сделать эти вещи, все знания о планете, все знания о Вселенной, все знания об окружающем пространстве, а также все искусство, вся литература, все, что относится к теории архитектуры и так далее – все это тоже информационный продукт. Все это человечеством создавалось. Вот этот совокупный продукт – это самое широкое определение культуры. Иногда, чисто разговорно, в узком смысле, под культурой понимают именно совокупность искусств. То есть вот музыка, живопись, литература, балет – вот это вот культура. Можно употреблять слово «культура» и в таком смысле, но это все-таки весьма неполно. Что же касается культуры, в узком смысле слова, искусств, и что касается еще уже литературы, потому что литература, вероятно, первая из всех искусств. Литература стоит на второй сигнальной системе, и литература восходит к самым простым сообщениям. То есть, как мы победили врагов, или как мы загнали в ловушку мамонта рассказ старика о том, как он сделал это с друзьями в молодости, это уже литература, это уже баллада у костра, это уже то, на что потом накручивается вся литературная эволюция. Так вот, какое отношение имеет искусство вообще и литература, в частности, ко всему пришедшему, ко всему происходящему, потому что есть две интересные точки зрения, которые всегда спорят. Их очень трудно примирить, в основном они не примиряются. Точка зрения одна. Я не помню, кто года четыре назад в одном из московских театров сделал спектакль из какой-то пьесы, пьесы, разумеется, классической, но, как водится сейчас, там три сестры лесбиянки или гамлет, женщины, что-нибудь еще такое, а режиссер отвечает, а я так вижу, ему говорят, так возьми, напиши пьесу сам. Но ответ сводится к тому, что сам он не хочет, он хочет по-новому трактовать спектакль, а на самом деле, если он напишет сам, это никому не будет нужно. А если пойдут посмотреть на гамлета женщину, ну, хоть знатоки пойдут, в этом есть что-то любопытное. И вот поставили спектакль, где одна из актрис делает лужу на сцене. Она делает лужу на самом деле, или у нее там грелка с крантиком приспособлена. Это уже, понимаете, секреты бутафорской мастерской. Но так или иначе, она делает эту лужу, и потом несколько человек стоят вокруг этой лужи и обсуждают. Ну, один из известных режиссеров, который сидел в зале на первой премьере, на этом месте встал и вышел. Он сказал, что это уже чересчур, и он эту лужу смотреть не хочет. Потом постановщик этого спектакля объяснял, что, ну, бывает же у людей так называемая детская неожиданность. Это от переживаний. Актрисы все играли очень тонко, очень нежно. Но ведь это же бывает. А ему отвечают, что вообще для этого туалет есть. Что это, вы понимаете, такое? Дальше идет. А если все будут на сцене? Идет ответ. Что же вы думаете? Что искусство? Оно только и призывает что-то делать. Вы что же думаете? Что если поставить спектакль про то, что все не будут ходить мимо унитаза, то сразу даже уборщицы в туалет не понадобятся? Нет. Понимаете, нет. Люди как были, так и были. Не нужно преувеличивать искусство ни для того, чтобы над людьми быть насмотрщиком. И этот вопрос формулируется. Скажите, вот одна книга призывает ко всему хорошему. То есть к доблести, к достижению идеалов, и к тому, чтобы быть честным, приличным, работящим. Ну и все говорят, что, вы знаете, написана книга фигуа. Ну как-то автор плоховато словом владеет. Характеры плоские, не выписаны. Ну то сего. Ну, конечно, идеи вот хорошие, но они так плоско изложены. А автор говорит, да не важно, как изложено. Главное, что в душе. Главное, к чему призывать. Вторая книга. Ну, вы знаете, сплошная мерзость. Но автор говорит, художник имеет право на эксперимент. И не надо смешивать литературу с инструкцией. Искусство – это не жизнь. Искусство – это то, что трансформируется через душу и ум художника, преображается его талантом. А вы со своей вообще линейкой, как будто искусство, должно к чему-то призвать. Ну, как вам сказать, призывает искусство или не призывает? Если мы возьмем древнегреческую трагедию, а также и комедию, к чему, в общем, восходит вся западная литература, что было до того, это несколько темнее. Если мы возьмем даже первые книги Библии, эта традиция несколько иная, а именно вся светская литература стоит на древнегреческой драматургии. То там, вне всякого сомнения, существовал идеал поведения. Как говорили древние греки, нет зрелища более излюбленного богами, чем человек, вступивший в схватку со своим роком. То есть, он борется с препятствиями неодолимой силы. Он гибнет в этой борьбе. Но в этой борьбе и в самой своей гибели он показывает такую силу духа, такое мужество, такое благородство, такую несгибаемость, что наступает у зрителей, ну, должен наступать, тот самый катарсис, который идиоты из Института русского языка по академии наук имени Пушкина рекомендуют сейчас говорить катарсис. Это типа мышление и тому подобное. Вы это все, чуши собачьи, не верьте, 200 лет, 300, говорилось по-русски катарсис, и пусть так и говорится. Им нужно наделать побольше ударений, потому что, когда процент повышается, это основание для издания нового словаря, а за издание нового словаря группа авторов получает деньги. Вот все причины вращения катарсиса в катарсис, мышление в мышление и так далее и тому подобное. Так вот, с одной стороны, зрители скорбят, что герой погиб, а с другой стороны, они наполняются чувством какой-то гордости за принадлежность свою к человеческому роду. Вот как оно было. Здесь я бы хотел сделать маленькую паузу в связи со следующим. Мы заговорили о театре. Когда-то одной из первых постановок Товстоногова, которого тогда еще никто не только не называл, но и не считал великим, он тот период работал в Пушкинском театре, в Ленинграде, еще не в БДТ, была постановка оптимистической трагедии Вишневского. Пьеса на самом деле слабая. Пьес Вишневский писать не умел. Но спектакль был сделан совершенно с нечеловеческой силой. Мороз по коже драл. И вот наступал в зале тот самый Которсис, потому что они погибли все. Вот ни один из них не вернулся. Вот они идут по сцене, матросский строй. Этот круг вращается, свет гаснет. Вот они все уходят. И только два матроса с винтовками у сцены ведущие. Говорят о том, что никто из них не вернулся. Понимаете, что дело их живет. Вот это оптимистическая трагедия, вот это изначальное искусство. Теперь я просил бы вас, сегодня умер великий актер, который в неписанной табеле о рангах театрального Ленинграда был актером номер раз, Сергей Юрьевич Юрский, с которым я имел счастье быть знакомым и встречаться. Таких больше не было. В золотой труппе БДТ 60-х годов это Капелян, Стрижельчик, Юрский, Лавров, Басилашвили. И вот там уже, понимаете, Гайр, Жухин, Волков, Корнович, Волуа, они были вторым рядом. Каждый из них сам мог быть украшением сцены. Вот в этой лучшей актерской труппе Европы Юрский был номером первым. Кроме того, это был редкий случай человека очень интеллигентного. И интеллигентного в старом лучшем русском смысле. Я прошу вас на 10 секунд встать. Сергей Юрьевич заслужил этого. Спасибо. Спасибо. Одной из самых драгоценных наград в моей жизни было, когда однажды после моей передачи по радио мне позвонил Юрский, ну и сказал всяких слов, которые невозможно, конечно, самому передавать, про то, как я там говорил в этой передаче. И когда я ему сказал, что услышать от Юрского, да мечтал я когда-то, когда школьникам, студентам сидел в зале и смотрел на него. И когда сейчас пишут, что вот его слава пришла в середине 60-х, чуть раньше, потому что знаменитая премьера «Горе от ума» в БДТ, это еще 62-й год. Это вот в 62-м году первые пять премьер в правом верхнем углу зеленого занавеса или еще до открытия висел белый прямовольник с надписью Пушкинская Фоксимили. «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом, а из Пушкина». Но после пятого раза из обкома велели это безобразие снять. И вот Пушкин там был, то есть Юрский был Чацким. Первые годы два человека играл Чацкого по очереди. Юрский и Рецептор – это были два абсолютно разных Чацких, и публика ходила смотреть на одного и на другого. Чего, в общем, в Ленинграде не было. Это не Москва. В Ленинграде ходили на спектакль, а не на актера. Это единственный случай, когда ходили на актера. Мы возвращаемся к театру, как к искусству, к трагедии, которая давала образцы и идеалы поведения. А комедия была просто веселым высмеиванием, но никто никого грязью не поливал. Издевка могла быть жесткой, шутки могли быть соленые, но это не был призыв какой-то дряни. И так оно и было в течение всей человеческой истории, если за человеческими будем считать время от Афин золотого периода, условно, пятый век до нашей эры, ну и, скажем так, до эпохи Просвещения. До конца XVIII века, а Просвещение, как известно, пошло из Франции. И тогда вместо образца и идеала поведения, вместо так или иначе воспевания любви, героизма и прочее, не считая замечательного Декамерона. Новеллы Декамерона, они в основном ведь достаточно пошлые, но они категорически антиклирикальные, они антилицемерные, антиаскетичные, они настолько живые, что в те времена это было чудовищным откровением. Если бы сейчас кто-то написал такую книгу, полная фигня, и сейчас порнография и так выше крыши. А тогда это был такой протест, такое веселье, такое жизнелюбие. Это было вот отдельное совершенно направление, в основном, повторяю, даже приключения, даже плутовской роман. Это были веселые люди, жизнелюбивые люди, которые старались, как могли, добиваться успехов, своих целей. И вот, когда вот это дворянское общество, ну, в общем, поднялось на самый верх и достигло своего идеала, что интересно, именно в это время достиг вершин парусный флот. Вот если мы возьмем 1770-е годы, и 800-е, вот эти трехдечные, трехпалубные, линейные корабли, 100-пушечные, 120-пушечные, где была команда по 800 человек, и бывало и по 1300, нужно понять, как они умещали в сущности небольшом мощном корабле, вот в это же время был полный расцвет дворянства. То есть все эти манжеты, все эти парадные дворцовые шпаги, все эти ритуалы и вообще все эти минуэты в Трианонии и Версале. И вот тут появляется маркиз де Сатту. Ну, чуть забегая вперед, я вам скажу, что Наполеон был человек, который понимал про жизнь, и когда он узнал, велев подать все бумаги, он следил за всем лично, что де Сатт содержится в Шарантоне, то есть в известном сумасшедшем доме под Парижем, он поставил отметку «пусть там и остаются». Де Сатт стал изображать безумные поруки, которые до того как и после того как почитались совершеннейшей патологии и легли в основу слова «садизм». И когда вдруг у нас пошла перестройка и кончилась советская власть и стали издавать все, и на каждом углу стояли книжные лотки, что вы, купить книгу не было никаких проблем совершенно. Не то, что сейчас, да. Так вот, можно было читать предисловие или послесловие советской традиции еще статьи к Де Саду, где говорилось, что он показал обществу его настоящее лицо, он поднес зеркало к этому лицу, он заглянул в самые глубины человеческой души, читайте Де Сада. Так что, если вы думаете, что литературоведы умные люди, среди них умный человек такая же редкость, как среди представителей любой другой профессии. Все это, конечно, сущий идиотизм, потому что, когда герой трепещет от радости, разрезая мать на куски, то ни у одного нормального человека ни в подсознании, ни в сознании подобного чувства быть решительно не может. Психика человеческая устроена совсем иначе. И вот этот Де Сад, однако, вот как некий клещ вцепляется в ухо собаки, он вцепился и остался в истории литературы. Ну, поклонником Де Сада, среди прочих, был, почитаемый уже, в новые времена великим, гениальным режиссером Пазолини. И у Пазолини есть эта экранизация 120 дней Содома и Гаморры и прочая совершеннейшая мерзость. Я думаю, что я не самый кровожадный из людей, но когда Пазолини на свалке удавил пояском от плаща его собственный любовник и бросил этот труп среди мусора и отбросов, я думаю, это был совершенно закономерный конец. Так вот, это грязь, это искусство. Имеет отношение к жизни или не имеет. С Де Сада все началось, а потом, в конце 19 века, уже возникли социалисты. Уже жизнь пошла другая, потому что уже Бисмарк сообщил, что рабочие должны получать пенсии и иметь ежегодные отпуска. Уже в Норвегии ввели всеобщее бесплатное среднее образование, а то некоторые думают что это завоевание советского социализма, не совсем так. И вот в это время появляется сумасшедший человек Фридрих Ницше. Фридрих Ницше это была находка для нового поколения того времени. Вот для хипстеров рубежа 20 века Ницше но это но это вроде как Кастанеда для полуобразованцев идиотов допустим в 90-е годы у нас. То есть Кастанеда это просто шарлатанство для людей которые совершенно ничего не понимают им нужно выхватить какие-то куски и относиться к этому всерьез. Ницше конечно был гораздо более серьезным человеком он был классически образован он хорошо писал все что он написал конечно философии называть нельзя. это своего рода литература это метафоры это метафорические формулы но когда это было подано как литература и когда студенты недоучки и барышни курсистки они не могли читать Гегеля Гегеля читать очень трудно понимать еще труднее а увязывать это совсем на свете значит надо иметь ввиду продолжение и скрытую полемику с Кантом значит надо вообще разбираться в немецкой классической философии а это самый сложный период самое сложное течение из всей мировой философии я вам доложу если не считать французский постмодернизм конца 20 века но французский постмодернизм вы меня простите это просто бред сивые кобылы выражение грубое но в общем так оно и есть а Ницше был понятен его легко было цитировать его фразы запоминались падающего подтолкни бог умер идешь женщине не забудь плетку и так далее и так далее и вот Ницше так пришелся и был поднят на щит а мораль Ницше сводилась к тому что горе слабому а сильный имеет право на все очень милая мораль вот так вот вот прямым образом и когда это подавалось в открытую и вот сейчас люди которые считают себя социалистами политкорректными любителями равенства всех со всеми то есть буквально и стрекоза и человек равны в своих природных правах они продолжают считать Ницше философом потому что мозги гораздо проще загадить чем очистить есть такой процесс очень сильно прилипает это философии а в литературе сначала живописи потому что живопись всегда идет впереди всех искусств человек 95% информации получает через зрение глазами и живопись изменяется прежде всего когда великий Клод Мане стал писать свои пейзажи то официальные французские академики а во Франции была сильнейшая классическая школа живописи сообщили ему что он не умеет рисовать пусть он идет подальше но потом была вся история импрессионизма которую вы или знаете или какие-то знания очень легко сейчас освежить но когда мы смотрим сегодня на импрессионизм у этих людей было чувство гармонии чувство света чувство прекрасного никакого негатива в их картинах потом пришел Ван Гог человек решительно сумасшедший это тот самый случай великий Чезаро Ламброзо это как раз грань помешательства и гениальности потому что когда ты смотришь некоторые пейзажи Ван Гога непонятно как человек может так увидеть и так изобразить когда ты видишь церковь Варли или хлебное поле или что еще вот как вот это вот и вот Ван Гог остался на грани второй человек на грани это Сальвадор Дали гений самопиара но и художник тоже был гениальный а искусство вдруг перевалилось куда-то начался модернизм и в этом модернизме ну вы наверное помните хоровод красный хоровод красных танцоров господи боже мы вылетел совершенно верно спасибо вот эта картина раньше на третьем этаже Эрмитажа висела в конце галереи импрессионистов предпоследнем зале на правой стене вот и когда что-то такое говоришь такое бывает оп и выпало лишнее слово не хватило на него места так вот когда уже в начале двухтысячных Рудольфа Джулиани бывшего тогда мэром Нью-Йорка спросили почему он не дал денег на выставку современного искусства он сказал а я уже посмотрел по-моему это не искусство ему сказали сеньор Джулиани у вас есть художественное образование нет вы знаете образование у меня довольно обычное немножко экономики немножко бизнеса немножко юриспруденция нет а как вы можете тогда отличить что такое искусство а что такое нет это элементарно сказал Джулиани то что я сейчас сам тоже могу нарисовать это не искусство мне доводилось жить в квартире одного художника пару недель одному он уехал мне ее оставил шли сплошные дожди деваться было некуда а у него было две полки литературы на русском языке эпо живописи модерна и постмодерна интереснейший эффект пока читаешь все логично все сходится во всем есть смысл и в самом деле закрываешь хлоп развязывается колыбель для кошки сплошная прямая ничка ничего нету потому что если но все эти знаменитые сто банок с супом и так далее и так далее это нельзя считать искусством в чем здесь дело почему возник футуризм и не просто футуризм а когда возьмем Хлебникова ну Хлебникова большой бы поэт Хлебников прежде всего в намерении в видении мира результаты это другое возьмем Крученых с его дырбулщур и так далее нет ну конечно известные три слова прекраснее всего конечно был двустишия Брюсова дайте мне девушку синюю-синю я проведу на ней желтую линию в этом даже что-то безусловно есть но это трудно считать искусством почему это стало происходить и одновременно вы знаете почему-то с легкой руки Ницше который подбил под это философское основание мораль это стало чем-то скверным вот какие-то буржуазные приличия это стало чем-то скверным а еще интересная вещь архитектура потому что как сказал когда-то Ле Горбюзье в чем сходны архитектор и диктатор и тот и другой заставляют жить людей в пространстве которое они организовали так вот я сейчас не помню в каком году я могу ошибиться что-то вроде 1878 но может быть чуть позже был знаменитый чикагский пожар когда сгорела куча зданий и когда впервые применили железобетонные конструкции бетонной арматуре и стали возникать эти здания совершенно экономически знаменитое классическое здание электрокомпании чикагской и прочее вот эти вот параллелепипеды бетонные с прямыми рядами окон которые быстро строились а кроме того они могли быть многоэтажными и занимать мало места америка стремительно поднималась цены на землю росли особенно в таких местах как центр мегаполисов особенно в Манхэттене и вот стали возникать эти гигантские высоты здания причем нельзя сказать что они красивее парфенона нельзя сказать что они красивее кельнского собора и тем не менее хотели строить именно так вот сейчас построен Москва-Сити и издательство моё Аисте переехало с угла звездного бульвара и улицы Годовикова в башню империя Москва-Сити занимая там два этажа 14-15 снаружи выглядит отлично там была паршивая хрущевского времени какая-то бетонно-стеклянная восьмиэтажка такая квадратная а здесь стоит такая башня у неё яйцо такое гигантское по всему фасаду алюминиевое и прочее когда заходишь внутрь ты понимаешь насколько раньше было лучше там можно было открыть форточку там днём работали при естественном освещении там отделы и группы сидели по своим комнатам а здесь вот это футбольное пуля спёртый воздух потому что кондиционер даёт температуру но не добавляет кислорода те которые сидят у окон им очень светло зато те которые должностью помладше сидят в середине они зажигают лампу даже летом днём потому что им там темно в телевидении это всё выглядит отлично работать там противно экономия я понимаю но в чём прогресс с точки зрения удобства это регресс то есть деревянные рамы в которых были форточки гораздо удобнее современных стеклопакетов которые открываешь или весь или нисколько потому что форточка это гораздо удобнее стеклопакет с форточкой большая редкость это относится очень много к чему вопрос почему всё нельзя сказать что улучшается во времена он и в поездах были форточки в окнах вот сначала крутилась такая ручка и вот эта верхняя часть поднималась и можно было впустить свежего воздуха а летом посмотреть в окно а в каждом купе были пепельницы и курящие могли курить и от этого не было ни одной железнодорожной катастрофы теперь везде стоят стеклопакеты которые невозможно открыть теперь ночью всегда страшная духота потому что проводница нажаривает летом не включают вентиляцию потому что то экономят то она сломалась то еще что-нибудь вопрос а в чем прогресс это относится очень много к чему и вот в искусстве а искусство оно немного забегает вперед жизни на самом деле любая вещь любой процесс он начинается с чего информации а поскольку придумать ограбление банка несравненно проще чем ограбить банк вообще мечтать легче чем исполнять притворять свои мечты то искусство оно идет вперед и строит модели некоторые из этих моделей потом реализуются и вот в этом искусстве который если мы возьмем литературу 19 век это вершина литературы это время стендаля мариме дюго во франции диккенса текерея шоу ну лишь конец 19 начала 20 в англии ну чуть позднее конец 20 века это великий подъем американской литературы который по большому кончился около 1960 а потом почему оно стало опускаться почему что в архитектуре что в живописи что в литературе что в музыке то есть вы понимаете когда-то люди для развлечения в концерт послушать музыку ходили на Моцарта сейчас это даже трудно себе представить хотя у Моцарта музыка кроме того что она чрезвычайно гармонична и изящна и богата она еще очень легка для восприятия то есть это не вот это вот это не самое сложное что есть но когда сейчас вот это ланца дрится и вот русский рэп да лучше бы рэпа вообще не было рэп изобрели гарлемские негры как самую простую форму не то музыки не то поэзии не то выкрикивание отрывистые слова короткие строчки минимум ритма минимум 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 всего зато громко так что здесь здесь получается что то не то а тебе говорят что против современного искусства ты что остался в прошлом веке то есть люди которые не могут вписаться в сегодняшний день люди которые боятся будущего это ретрограды это идиоты у них устарелые взгляды и они ничего не понимают вы знаете когда-то 22 июня 41 года было будущим и 1 сентября 39 было будущим и 1 августа 1914 было будущим вот и хиросима жила когда-то будущим которое случилось на завтрак когда сбросили бомбу и большая чума в европе начинает помниться с 1346 была когда-то будущим будущее не синоним хорошего не синоним процветания не синоним подъема потому что процесс существования цивилизации весьма волнообразен и подъемы сменяются спадами и в этих спадах иногда моря крови вы знаете плещутся а поскольку цивилизация наша ну это уже середина двадцатого века а мы еще в девятнадцатом и в искусстве вот в этом искусстве которое выработало все начинает происходить упрощение потому что футуристы формально это большое упрощение понимаете писать стихи так как лермонтов бесконечно трудно а так как хлебников простите великодушно несравненно легче написать войну и мир очень трудно а написать ну допустим так как сегодня пишет чак паланик бесконечно просто я уже не говорю о генри мильдере так здесь здесь нет большего искусства потому что в конце концов что такое искусство искусство это структуризация информационного пространства музыка это упорядоченно структурированный акустический ряд живопись это сложно структурированный видовой цветовой ряд литература это предельно сложно структурированный вербально семантический ряд то есть вот берется некая аморфная масса на каком-то информационном уровне из нее строится нечто чрезвычайно сложное то есть выражаясь языком синергетики любое произведение искусства сильно неравновесно это означает естественное положение все краски в луже все звуки в общем гуле все слова в одном словаре а вот выстроить из них что-то такое бесконечно трудно чтобы война и мир выстроилась сама пока ты будешь перетряхивать коробку со словами этого в общем не может быть это называется сильно левновесной конструкции и чем сложнее это структурировано чем совершеннее произведение искусства на следующий уровень лихтенберг помнится что если от столкновения головы с книгой раздается пустой звук то не всегда в этом виновата книга человек может иметь богатые мысли и глубокие чувства глядя даже на кирпич так устроена человеческое воображение человеческая психика здесь народы эстетика юго-восточной азии ушла ну так вперед по сравнению с европейской потому что знаменитый белый дракон прямоугольник белый пустой прямоугольник который вообще-то сложен из семи цветов свет на белый составной и в этом белом прямоугольнике каждый может вообразить себе все что угодно это совершенное произведение искусства или взять японский сад камней вот ты двенадцать видишь а тринадцатый всегда скрыт все и там можно сидеть часами смотреть на эти камни и размышлять о разном вечном и текущем так что мы можем нам можно дать любое произведение допустим какой-то рассказ нет можно и роман но рассказ все-таки меньше с ним работать проще и объяснить что он гениальный и внушить вот вот всем под дипнозом внушить что рассказ гениальный и все будут объяснять как гениально каждое слово потому что смысл можно вчитать во все что угодно вот в эти лампочки которые мигают которые могут означать разнообразие мира быстротечность жизни изменчивость вселенной то что все вот высоко оно на чем-то что может в любой момент обвалиться а где-то обесточит и они перестанут мигать на все воли всевышнего во всем чем угодно можно найти глубочайший смысл это еще не знаю что это произведение искусства и вот с этим самым смыслом когда я повторяю искусство 19 века достигло вершин в музыке в литературе в живописи оказалось что исчерпан системный ресурс то есть жизнь продолжается пока что-то можно изменять когда изменять уже нечего все кончено потому что вот движение по прямой линии не бывает оно продолжается очень недолго потом начинается спад и разрушение когда ничего нельзя улучшить начинают ухудшать потому что изменять надо все равно это относится к любой социальной системе к любой цивилизации к любому человеку который достигает полного рассвета своих сил кто в 24 кто в 32 а потом информация может продолжать набираться но качество все равно ухудшается не те мышцы не те не тот мозг не те реакции не та мощность запоминания и так далее и так далее вот в искусстве как системе точно то же самое роман эпопея после отверженных юго романтизм и войны и мира толстого реализм исчерпан дальше может быть только подражание то есть но семья тибо дюгары бог с ним коммунисты арагона господи кто нас сейчас помнит коммунистов арагона но даже сагу о фарсайтах и галсуорси ну понимаете чудесный милый длинный бесконечный английский роман но что касается осмысления всего бытия но все таки война и мир лучше но художнику всегда надо не так так раньше потому что в этом его сущность я думаю что многие знают я знаю пару человек которые живут копированием картин они учили живопись они прекрасные технари но свои картины они не могут продать они не могут найти такой стиль который бы резко выделялся и пользовался спросом но ну как то и продать то так трудно они копируют классику и ее продают ну есть любители спрос настоящий живопись холст маслом они прекрасно копируют вот смотришь да ну экспертов надо приглашать чтобы отличить особенно если заказчик дорогой требовательный щедрый богатый работают картины не отличишь но они не художники если бы они нарисовали первые тогда когда это только появлялось цены бы им не было а сегодня это уже никому не надо и вот когда начинают искать что-то новое оно может быть только хуже знаете это относится очень ко многим вещам в жизни нашей простой когда скажем у ручных и карманных фонариков начинают делать новые выключатели все только хуже это относится к модам когда вот найден какой-то оптимальный покрой оптимальная форма чего-то потом начинают делать иначе потому что должно быть иначе только хуже вот был такой период когда был моден покрой мужских штанов а-ля Чарли Чаплин то есть они были перетянуты в талии широкие в бедрах спускались сужаясь прямо на ботинки и там ложились гармошкой знаете если манекенщику при 190 росту и 70 килограмм весу можно носить все что угодно то когда человек со сложением другим допустим рост у него 167 а вес у него 68 нормальная фигура и когда он надевает такие штаны это пародия на себя самого но он ходит потому что это модно а ведь это только мода потому что надо изменять это относится ко всему и что тогда начинает происходить с искусством в искусстве выработан герой все виды героев начиная с древнегреческой трагедии и через все саги средневековья и через всю новую литературу уже к 19 веку начали вырабатываться и вот немецкие сентименталисты те которые изобрели сентиментализм стали писать про маленьких людей и вот Гёте написал страдания бедного вертера и несколько сотен человек юношей застрелились по Европе потому что книга была переведена на все языки книгу страшно читали и стало модно стреляться вы понимаете милая совершенно история вот простой маленький человек ну а Карамзин через 15 лет в России дописал бедную Лизу вот простая девушка из народа утопилась а потом великий Гоголь дописал великого Акатья Акатьевича и вот тот маленький человек про которого и сказано все мы вышли из гоголевской шинели этой шинелью накрыл все русское искусство и когда вы посмотрите на героев Тургенева на героев Достоевского на героев Чехова боже мой кто это как с этими людьми можно поднимать страну идти в светлое будущее и вообще совершать что бы то ни было вы будете представить бедного Акаки Акатьевича который строит светлое будущее который борется за что бы то ни было и в семнадцатом году люди которые вообще не читали книгу в основном их стали все прибирать к стенке без всяких сантиментов будучи жестокими и сплошь и рядом неоправданные чудовищно жестокими но они строили светлое будущее как понимали ну что у них получилось конечно мы сейчас знаем лучше так вот когда о герое сказано уже все начинаются поиски антигероя когда уже все сказано про христианство про мораль когда уже европейские миссионеры в Африке лечат бедных негров пардон за слово когда Альберт Швейцер когда госпиталя когда лучшие люди и прочее ну при проклятом колониализме было немного не так а сейчас все по новой так вот милосердие да вы что да бенедиктинцы да францисканцы да все на свете и вот вдруг сначала просто маленькие люди а потом маркиз де сад который до того потом ницше который в это время а потом герой стал непристойным вот в русской литературе герой стал непристойным потому что проклятый царизм потому что бюрократия потому что чиновники взятки нет демократии нет свободы нет выборов какой может быть герой здесь можно только страдать я сейчас очень грубо говорю но это все равно что так проводить линии толстые по карте оно на самом деле так и было после семнадцатого года сразу появились герои а заметьте вот овод был написан англичанкой до семнадцатого года она была тогда то влюблена в степняка Кравчинского того самого который заколол шефа жандармов Мезенцева это он ей рассказывал про революционную войну в Италии а она про это написала она жила в России она хорошо знала русский она была убежденная революционерка социалистка и вот она написала овода который в советском союзе был одной из главных книг и ни один из русских писателей не мог написать овода но это уже наша история это уже немного про другую книжку в России были три великие поиски о настоящем человеке как закалялась сталь молодая гвардия художественный уровень одно но воздействие как некие вот маяки это было совершенно другое а у них там было все по другому потому что западная цивилизация великая европейская цивилизация подошла к своему перелому в 1914 году эта война должна была начаться в 12 году но ей сильно помешали европейские социалисты они были очень сильны во Франции очень сильны в Германии они не дали это сделать то есть народ был настолько категорически против что прозвоны спецслужб а и тогда делались прозвоны тогда были спецслужбы показали что война не разгонится не будет поддержан народом до 14 года пропаганда работала в первый же день войны застрелили знаменитого Жанна Жореса лидера французских социалистов и вот после этой войны все стало иначе потому что когда миллионы и миллионы лучших молодых здоровых гибли гнили в окопах за годом год и в этом невозможно было увидеть никакого смысла то весь западный гуманизм рухнул к чертовой матери в него больше никто не верил тогда начали писаться другие книги решительно пацифистские и антивоенные тогда стали писать о маленьком человеке которого размалывает эта эпоха но видите ли это был еще реализм когда что-то начало падать оно в воздухе не остановится потому что потом Генри Миллер написал свой тропик Рака потом тропик Азерога и так далее если бы он написал нечто подобное в середине 19 века ну во первых ему сказали бы что это порнография это пошлость так что вы чего с ума сошли во вторых ему сказали бы дорогой мой ну вы бездарны вы графоман с чего вы взяли что вы умеете писать кто это станет читать господь с вами можете почитать это своим друзьям за кружкой пива если они ваше умственное развитие а вообще это все никому не надо но в двадцатые тридцатые годы все было уже иначе потому что на рубеже двадцатого года во франции стала господствовать это теория простого слова теория ноль стиля если шел дождь так и надо писать шел дождь нефиг всякие рулады серебряные струны струи что-то шуршало и так далее шел дождь никаких украшений и вот поэтому стал знаменитым Хемингуэй который именно в это время стал писать предельно просто и честно без всяких выкрутасов несколько позднее у нас то же самое с гораздо более пронзительной силой дел шаламов который оказался совершенно сбоку основного течения литературы так вот это были маленькие люди но они еще были здоровы здоровы были тоже не нужны здоровых выработали мы уже говорили про здоровых мы говорили про правильных мы говорили про добродетельных про кого еще мы можем говорить и вот тогда Генри Миллер написал свои скучные вялые грязные мелкие ничтожные похождения я и сейчас не в состоянии понять будучи ограниченным как любой человек в чем-то ограничен не могу понять как это кому-то может нравиться ну искренне не понимаю вот понимаете когда чуть позднее в Америке Курд Воннегут а Курд Воннегут когда-то в 60-е годы в 70-е начало был любимым культовым писателем американского студенчества когда у нас Райт Ковалева перевела «Колыбель для кошки» это же была песня Воннегут хорошо умел писать и предложения короткие и слова простые но он умел делать это смачно после него таких уже не было и когда вроде бы простым языком пишет Чак Паланик Чак Паланик мужчина очень ограниченного дарования и вот Чак Паланик в литературе но это примерно как репер в музыке это уровень искусства примерно тот же самый но всегда нужно что-то новое потому что еще про Генри Миллера говорили как он плюнул в лицо общества какого пинка он дал официальной культуре и вот когда дошло до 68-го года а это отдельно бэби-бумеры дети взрыва послевоенного рождаемости 46-го 50-го года выросли и стали двадцатилетними а делать им было нечего все было организовано все было благоустроено у них были абсолютно все возможности им нечего было хотеть потому что захоти и те всегда пойдут навстречу учеба работа путешествия хобби то все легко и тогда все чем они могли утвердить себя потому что отступление конфликт отцов и детей это конфликт совершенно вечный это люди так устроены всегда старшее поколение консерваторы которое играет стабилизирующую роль в социуме чтобы сохранить все то что есть и что наработано трудом и кровью сотен поколений а молодое поколение всегда новаторы потому что жизнь действительность она каждый день посылает новые вызовы условия каждый день меняются каждый день надо на это реагировать и реагировать может только тот кто готов поступить не так как раньше это могут делать только молодые в свое время когда физики были главными вот когда слуцкий написал что то физики в почете что то лирики в загоне физик ядерщик который в 30 лет не доктор наук это неудачник и мозги у него плохие все идеи приходили людям в голову до 30 лет после 30 лет люди с трудом воспринимают чужие идеи после 50 они к чужим идеям практически не восприимчивы потому что наступает время им реализовывать все то что у них когда-то было задумано чтобы как-нибудь кончить вот поэтому конфликт отцов и детей в любой стае молодые сбиваются сбоку в кучу для того чтобы выгнать стариков чтобы обезьянье старик и другая самим быть главными самим идти вперед самим брать лучшие куски самим крыть всех самок и так далее так далее эволюция называется и вот в 68 году когда вспыхнули студенческие молодежные бунты в Париже прежде всего в Европе и в Америке по разным кампусам это поколение сказала что оно в гробу ведало это буржуазное благополучие это буржуазную действительность эту поганую бюрократию это ничтожное потребительство все оно ведало в гробу поколение родителей не понимало чего им еще надо а вот им надо это то о чем Высоцкий когда-то писал а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось потанки поколение родителей запада это плохо понимало но сейчас вот поколение 68 в основном оно находится у власти мы немного не понимаем что на западе у власти уже социалисты а социалисты не понимают что такое социализм они думают что социализм что это социализм по Евангелию они не понимают что это всегда кончается коллимскими концлагерями и тоталитарным строем ну что поделать потому что им надо что-то переделывать и вот что касается искусства вдруг вместо героев войны труда и всего чего угодно были старые американские фильмы и романы как там Столевара хватает Кондратий и вот он излечивается и мужественно возвращается на свой завод и варит сталь ленинскую премию давать ему за такое кино вот это чистое американское голливудское киноискусство и вот здесь вот когда объяснили что американские солдаты мерзавцы а вьетнамцы хорошие но они были бы хорошие если бы они не хотели в южном Вьетнаме тоже построить коммунизм сейчас они уже отставили в общем и целом эту идею когда товарищи пацифисты стали объяснять делайте любовь а не войну оно бы хорошо если бы это можно было сделать вот тогда в качестве протеста стало возникать приинтереснейшее искусство когда два прекрасных прогрессивных молодых человека современных продвинутых которые желают всего хорошего они пацифисты соответствующим знакам на груди а ну они продали немного наркотиков и у них появились деньги ну наркотики ну революция ЛСД молодежь наркотики ну продали ну ничего и вот они на двух мотоциклах елут по Америке и смотрят как надо встряхнуть Америку и вдруг в конце на полугрузовичке там форнике знаменитом попадаются два фермера злобные поколения родителей плохие злые которые их застреливают из ружья а почему а они не любят все современное они не любят этих потлатых юнцов то есть все с ног на голову вот эти бездельники продающие наркотики вот это прогрессивная молодежь а фермеры которые кормят страну они сволочи убийцы а вот так просто взяли и убили вот это вот новое искусство и в этом новом искусстве вдруг ну поскольку уже подвиг разведчика всем надоел военные герои не в моде вы что какая война в Америке после вьетнамской вдруг появляется образ Тиллера как прекрасного нового героя знаете пятьдесят лет назад еще нет пятьдесят уже пришло бы в голову шестьдесят уже нет чтобы два молодых красивых Брэд Питт и помнится Анжелина Джоли играли супругов киллеров у которых там свои разборки а вообще не убивают людей ну кого не убивают это неважно но это все понарошке но которых убивают это же не люди это так заказанные объекты они чудесные люди со своей драмой а вообще не киллеры в течение всей человеческой истории наемный убийца был презренным существом то есть вообще вне всего наемный убийца был презренным существом даже в уголовной среде можно убить если ты грабитель но убить по заказу это ты вообще никто и ничто и вдруг у нас киллеры наш чудесный Брюс Уиллис киллер и кого у нас только нет киллеров да вы с ума зашли ну давно уже произошла романтизация профессии проститутки но это история старинная это с Дюма сына это с дами с хамелиями все это разумеется бывает но ей же однако какие-то пределы нет в искусстве пределов совершенно нету и вот когда начали разрушать все ну потому что если все уже построили достраивать нечего то новое это разнести все ну то движение дало стыд которое было в начале двадцатых начиная с восемнадцатого в советской россии но потом как раз большевики сказали что современностью но чтобы голые больше по городу не бегали они огорчались страшно как же так мы строим новый мир а вы заставляете нас какими-то тряпками прикрывать свои прекрасные тела прикрыли и так вот с тех самых пор пошло разрушение всех вот этих устоев которые доходило до интереснейших вещей и в литературе и в живописи и в музыке и все это привело и к тому что в театре кстати о птичках в литературе вдруг в последние десятилетия все исчезло время от времени меня спрашивает какая-нибудь редакция вот у нас вот опрос какие книги вы читали вот по последний месяц или в течение последнего года что вы могли бы порекомендовать а я не знаю что рекомендовать вот книги которые я читал последними это Эрика Хофера Человек убежденный это не билетристика и старая это Филиппа Раштана раса темперамент интеллект это не художественная это Владимира Эфриемсона генетика этики и эстетики это не билетристика а я не знаю что читать в билетристике потому что прочитал я из новых это судный день через 2С Чака Паланника но все таки это очень примитивно простите великодушно я понимаю что когда люди там обмениваются смс-ками и читают комиксы то может быть им это как раз но вообще это все совершенно примитивно и вот в этом примитивном искусстве у нас происходит что у нас происходит уже не первое десятилетие разделение на умных и глупых когда открыт мир когда открыт потребительский рынок в области искусства и каждый может свободно искать то что есть одни читают некое я не подберу подходящего слова а в общем они кроме смс ничего не читают а другие наоборот читают книги серьезнее и вы знаете за прошлый год было продано около 90 тысяч на русском языке в России переиздание 1984 орвало книга то понимаете не новая что-то 84 тысячи по моему было продано за год то есть есть спрос на умные есть но эти умные вот исчезает вот этот средний класс исчезает и в будущем очень трудно рассчитывать на подъем искусств потому что сейчас в интернет выходит любой человек и всегда находит себе друзей вот не просто как называется френдов зафрендить и прочее единомышленников вот он скажет что дважды два пять и найдется кто-то кто скажет да дважды два пять история которая была лет семь-восемь назад в Германии один дал объявление в сети что он хотел бы кого-нибудь съесть а другой дал объявление что он хотел бы быть съеденным они нашли друг друга и так они и поступили германская полиция была в полном шоке что конечно надо сажать и надолго но действительно вот вся переписка нифига себе оба два сумасшедшие находят если ты углубляешься в комментарии к чему-то на один здравый комментарий девятнадцать чего-то совершенно страшного люди без всякого образования то есть образование ограничивается обрывками воспоминаний о школе обрывками телевизионной информации и тем что услышали от друзей и вот на этом уровне они как шариковы судят о каких-то материях причем ведь человек чем меньше знает тем он категоричнее причем зачем они это делают им хочется испытывать хорошие чувства к себе они говорят какие-то банальные общеизвестные тупые вещи но по их мнению это достойная и правильная точка зрения они могут себя уважать они могут уважать свой ум свой мораль и свои взгляды вот это будет большинство тут вы никуда не денетесь и искусство для него это совершенно страшное нечто разумеется они это будут делать всегда найдутся люди которые будут удовлетворять любые запросы если кто-то хочет быть съеденным то найдется тот кто его съест с высокологами гораздо интереснее но их будет мало потому что они будут примыкать к новым технологиям к айти киберчеловечеству это уже будет совершенно отдельное искусство разделение на два человечества это понимаете печальная история но судя по всему мы к этому идем а что касается безусловного упадка если брать и форму и мысль современной литературы современные живописи так далее оно естественно потому что вся наша цивилизация что яснее всего видно на уровне идеологическом находится конечно в стадии схлопывания понимаете несколько дней назад трамп среди прочих фраз в обращении к конгрессу речи положение в стране произнес эту интересную что есть силы и мнение об установлении социализма в америке вот этого мы не допустим мы родились в свободной стране и будем жить в свободной стране республиканцы бурно зааплодировали демократы сидели молча они давно не демократы они социалисты нет не чистого социализма не чистого капитализма не чистого реализма ничего нет чистого кроме чего то уже из областей технологий потому что в любом обществе как бы там не господствовало право чистоган поощрение личную инициативу но всегда нужно какое то милосердие и какое то сострадание к малым сиром и убогим это совершенно естественно когда прижимает тогда совсем иначе тогда можно читать воспоминания записки о блокаде Дмитрия Сергеевича Лихачева о том как братик умер с голоду а мама привязала его за окном и кормила его кусочками дочку чтобы хоть она выжила это называются крайние условия но в условиях обычных кому можно больным немощным старым убогим конечно надо помочь если у кого-то руки не тем концом воткнуты и с мозгами не очень но он тоже старается и зла никому не приносит ну конечно если можно ему докинуть чтобы он жил как человек а не как скотина конечно надо докинуть но ни в коем случае нельзя чтобы собирались слабые и осуществляли диктатуру над сильными это кончается развалом всего абсолютно это кончается кровью концлагерями и гражданской войной это то что вот впереди у запада что у нас впереди это отдельная история потому что у нас и не капитализм и не социализм у нас все принадлежит административной верхушке которая делает совершенно то что хочет и на то устроены законы так что очень трудно сказать чем это кончится у нас но что-то радужных надежд сегодня не питает никто а искусство заканчивает этот разговор тем что происходит сейчас в русской литературе вы знаете такое ощущение что она где-то застряла в середине двадцатого века и им занимаются какие соловки какие сталинские пятилетки о чем вы говорите что вы об этом знаете какие мысли более или менее вечно сне из этой конструкции вы выводите но простите великодушно неинтересно мне это читать потому что в этом нет совершенно никакого материала ни интеллектуально ни эстетически то есть все затаились и ждут что будет как только что-то произойдет появятся интереснейшие книги я вас уверяю пока у меня на этом все давайте вопросы я посмотрел эту книгу а вот и завтра вот тут непонятно тут ошибка или уничтожить что случилось русский народ предоставленный сам себе быстро структурирует это ошибка это ужасная ошибка слова меньшинство и большинство просто поменены местами и все не досмотрели и я в том числе вы правильно совершенно увидели это ужасная ошибка ясно ну и потом тут есть еще еще давайте да идея становится материальной силой лишь тогда когда она владевает массами сказал товарищ Ленин вообще-то это слова Карлу Марксу продлежат правда вы знаете значит не буду спорить не положу голову против пятака я помню это выражение со времен гарнизонных клубов где когда был детский киноутреник в воскресенье в десять утра то экран натягивался поднимался занавес а слева и справа сцены на зеленом сукне были вот эти цитаты на белых вертикальных планшетах как полагается с одной стороны Маркс с другой стороны Ленин если в память у меня эти фамилии поменяли места вот вернусь домой проверю честное слово спасибо да пожалуйста ваши вопросы прошу вас как-то очень пессимистично было послушать эту лекцию потому что знаете какая-то надежда оставалась на то что мечта некоторых писателей о том что ушедший без романа двадцатый век когда-нибудь этим романом будет освещен сейчас как-то очень печально вы вы имеете ввиду в россии без романа или в мире без романа в россии в россии вот он придет а какой вот роман вы бы сказали о двадцатом веке не в россии чтобы осветил век двадцатый как следует равных войне и миру или отверженным пожалуй назвать невозможно если брать большие книги дающие о чем-то представления это разные периоды это вероятно вся королевская рать Пенуорена это тридцатые годы Америка это большая тройкая войне прежде всего на западном фронте без перемен но также и три товарища ремарка это понятно у него свое место тихий дон шолохова которого я лично не очень люблю и не очень ценю но так или иначе это какое-то полотно какой-то вещи а в общем и целом да ушел без романа если сравнивать с великим девятнадцатым сменилась эпоха сменилась все вот почему ушел без романа это отдельный разговор можно будет поговорить об этом в следующий раз но в общем и целом когда немножечко портится все то чего же тут вот как то вот понимаете а а за то что значит недостаточный оптимизм я часто вспоминаю и чудесного романа Кестнера Фабиан и тот кто получил в результате первый приз за лучший заголовок зав редакции взял его себе оптимизм наш долг сказал государственный канцлер вот вот долг то он долг но что же тут лучше смотреть на правду тогда может что-то удастся сделать сударь у меня вопрос такой а что вы пожелали молодежи на сегодняшний день молодежи я думаю на любой день можно желать одного и того же чтоб она ничего не боясь прожила свою жизнь в полную силу и сделала все что могла имея в виду ориентиром все таки хорошие дела а не злые добрые а не корыстные вот и все скажите пожалуйста каково ваше мнение о состоянии поэзии в нашей стране не упоминая прорыв поэзии поэзии правду потому что поэт был еще пророк был еще говоритель правды был еще выразитель общественного мнения был еще формулировщик как то сказать общественные мысли и нужды когда объявили свободу слова и свободу сми и стали говорить обо всем эти функции из поэзии спали то в россии так же как и везде сегодня поэзия занимает весьма небольшое место в душах в мыслях в общественной жизни к сожалению значит время такое ничем не могу обнадежить самому жаль стихи так прекрасно спасибо за вопрос пожалуйста еще вопросы вот есть вопрос давайте попробуем передать микрофон здравствуйте милосик вопрос в следующем с каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов великой отечественной те которые действительно воевали предпочитают молчать остальные пишут различного подрастают дети подскажите пожалуйста что можно дать почитать детям чтобы они действительно поняли какая война это была вы знаете когда то но возьмем условно даже на двухтысячный две тысячи там третий год я был сторонником возвращения парада решительным я был сторонником возвращения советского гимна и всякое такое последние годы превратили меня в злобного пацифиста я больше российских военных фильмов и сериалов видеть не могу это поставлено на поток это развесистая клюква нельзя никого перекармливать ничем невозможно каждое утро завтракать миской паштетой соловиных язычков и так далее и так далее это все превратилось черт знает во что на самом деле особенно там есть такой бродячий майор лет 75 с виду старый седой лысый морщинистый и ходит в майорской форме да его бы даже в обоз не взяли надо как-то же немного же более по-человечески вы знаете я бы детям сейчас вообще про войну особо не рассказывал они все так осточертели что эта волна должна схлынуть уйти в песок песок должен просохнуть и тогда на чистом месте можно будет начинать о чем-то рассказывать потому что эта вещь абсолютно страшная и правда о ней не для маленьких детей и потому что мемуары Никулина воспоминания о войне мемуары Дегина война никогда не кончается мемуары Шумилина Ванька Ротный мемуары Лихачева блокадные записки они совершенно не детское чтение вот какая история так что сейчас уже нагнали такого милитаристского психоза что лучше бы детей от него охранять ну и нафиг спасибо Какое ваше отношение церкви и государства в связи с подлинными теоретически мое отношение к церкви хорошее во-первых когда я работал в старинные советские времена в течение года МНС в Казанском соборе то старшие научные сотрудники доктора наук почти все люди партийные КПСС мне объяснили что к религии надо относиться с уважением что там многое было на самом деле и так далее и так далее в это же самое время читал в ленинградской публичке Герберта Спенсера человека необыкновенно добросовестного ума который говорил о том что даже если какая-то мысль какая-то идея кажется вам глупой невозможной противоречивой если она в течение долгого времени владела умами многих людей она заслуживает очень внимательного отношения это как раз та часть основных начал где он говорит о религии более того мне однажды спели то ли осанну то ли слався когда я отказался сажать дерево у Смоленского собора или у Никольского собора я уже забыл в Петрограде они там пригласили меня посадить дерево и вдруг женщины какие-то в черном как бы мне стыдно боже в чем дело а тут оказывается что значит собор хочет строить там какую-то школу церковную гостиницы для странников а эти хотят посадить деревья ну чтобы больше не строили я сказал что я в это никак совершенно не суюсь и тут батюшка идет отец настоятель такой знаете лет наверное 50 некрупный такой приятный фиолетовая ряса фиолетовая шапочка и говорит как же господин Веллер я от вас вот не ожидал я говорю что батюшка у вас неверная информация потому что на самом деле вот я вот то-то то-то и то-то тут он говорит буквально слезами на глазах господин Веллер позвольте вас обнять я как-то теряюсь вы знаете снимаю кепочку естественно духовно особо и мы с ним обнимаемся после того как мы с ним обнялись и поцеловали друга в щеку сначала он потом я он значит тогда на шаг обратившись к женщинам сказал вот пойте пойте все вот забыл что именно пойте господину Веллеру я значит со своей шапочкой в руке стою по стойке около смирно и слушаю как они поют ну немного неловкое положение я не воцерковлен ни в какую организацию никаким местом но вот как признак доброго отношения это конечно необыкновенно трогательно но с тех пор как отражение несуществующих часов в полированной крышке стола обошло всех знаете здесь начинается что-то немного иное не должны батюшки рассекать на феррари и так далее и тому подобное и более того церковь она изначально христианская должна была защищать сирых и убогих против мирских властей отдавая кесарю кесарева но однако быть прежде всего оплотом для бедных и обиженных а в россии изначально со времен владимира церковь была идеологическим отделом княжеской администрации она была там сверху насажена и так что сейчас к церкви как институт православный я отношусь отрицательно христианская религия другой разговор спасибо к сожалению организаторы просят переходить к автограф-сессии давайте еще может быть один вопрос какой-нибудь под занавес и уже будет подписание книг да? я хотела сказать, что все ужасно плохо и все все идет как бы к окончанию но говорят когда мы изучали что количество перейдет в качество но как мы прослушали качество это упадает но может быть вот я хочу надеяться не знаю будет неправильно что вмешается случай может ли быть стоит ли надеяться на случай который перевернет может быть знаете с одной стороны товарищи ученые думают что солнечная система безусловно погибнет но поскольку это будет возможно через 4 а вдруг только через полтора миллиарда лет то это нас не слишком касается наши потомки как-нибудь разберутся случай может быть совершенно всегда кроме того и сегодня жить по сравнению скажем с 35 годом я уж не говорю не боже мой 42 годом и так далее а хоть бы вы знаете и с 53 годом жить сегодня несравненно спокойнее и несравненно легче и несравненно лучше так что когда человек на все наводит критику ему это вообще свойственно ему нужно всегда все переделывать сущность человека это все переделывать думает он что переделает он все разумеется к лучшему ни один дурак не будет переделывать к худшему разве что плюнуть в кастрюлю соседу но коммунальных квартир мало осталось так вот ничего страшного жить все таки можно еще сравнительно долго можно будет ничто не так страшно как людям кажется а что там будет дальше кто его знает вот боялись перенаселения 25 лет я пришел к выводу что население земли будет сокращаться а не увеличиваться можно не волноваться и вот уже а потом где-то году примерно в седьмом-восьмом до этого уже додумался копиться сын который вел передачу гордился этим страшно и никак вот не мог понять почему все ему не кричат потому что люди вообще в массе своей довольно тупые а сейчас эта мысль все больше проникает вы умы человечества что не волнуйтесь перенаселенности не будет так что кто его знает что будет понимаете запад уже загибался и вдруг осточертело людям в америке и они проголосовали за трампа они не хотели чтобы те которые сидят за хребетниками паразитами и живут на их деньги им еще диктовали их же стыдили избрание трампа это очень интересно и трудно сказать что будет дальше потому что сегодня социалисты это на самом деле в общем сегодня время ставить социалистов к стенке потому что иначе будет тридцать седьмой год по всему западу только когда устраивать его будут негро исповедующий ислам вот вот тогда они им покажут свободу так что у нас еще ничего у нас наверное этого не будет так же всегда может что-то быть каждый должен делать то что может мы посмотрим это все еще ничего чего всем и желаю спасибо огромное ваши аплодисменты Михаил Вейлер в магазине у нас начинается автограф сессия пожалуйста берите книги подходите если вы купите и если вы купите